Эфир продолжит рассказ о храброй женщине из украинского города Северск. Он на востоке страны и почти разбит российскими войсками. Но там все еще живут люди. А она последний врач этого города, спасительница для многих остающихся. Достаточно перевязочного материала. Алла Трубачева живет на востоке Украины и более 40 лет лечит жителей города Северск. Сейчас это особенно необходимо, ведь если уедет и она, то люди совсем останутся без медицинского обслуживания. В начале, в прошлом году, мужчина начал задыхаться. Я не хочу себя превозносить так высоко, но если бы меня не было, он бы умер. Больница, в которой работала женщина, была полностью разбита российскими войсками. Один из ее коллег погиб от артиллерийского снаряда захватчиков. Персоналу пришлось эвакуироваться. Да, осталась единственная. Был у нас мацак, погиб, похоронен на территории больницы. Доктор тоже под взрыв попал, осколком убила. И все. И врач только один остался. Часто, когда ракеты ломают деревья и рушат дома рядом с ее собственным, она думает уехать, но потом остается. Ну, люди говорят, что я нужна. Вы понимаете, они приходят и говорят, спасибо, что вы есть. Ну, страшно остаться, вы понимаете, страшно остаться. Вот представьте, вам плохо, вы не знаете, что с вами. Ну, помощь-то нужна. До войны в Северске насчитывалось 10 тысяч человек. Сейчас жителей куда меньше, но тем, кто не эвакуируется, нужна помощь и поддержка. Алла для них и терапевт, и психолог. В общей сложности, если сказать, я веду учет своих приемов пациентов. Здесь больше, наверное, ну, скажем, с января месяца я веду учет. Сейчас скажу, сколько тут уже у меня есть. Ну, больше 200 человек. В подвале разбитой больницы тоже спасаются люди. Много уехало, конечно. Сколько у нас осталось? Ну, из медсестер два человека у нас и осталось. Лаборанта одна осталась. Ну, она сейчас в данный момент, где ей работать? На чем? Не на чем. Оборудования нет у нас. Он в лабораторию попал, а все разбило там. Когда началась война, все уже изменилось. Мир закончился. Прилеты начались. Как тут принимать больных и за жизнь это же их отвечать потом. Повыписывали. Все, кто уже, ну, болел так сильно, обращались в другие города. Там, где потише было. Алла смогла спасти и некоторое оборудование больницы и благодарить всех волонтеров, доставляющих необходимые медикаменты, чтобы люди могли жить.